Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я провел серию видео о том, как торговать плечом на дивидендном ралли. И, ну, там иногда упоминалось и облигации, и люди спрашивали, а что с облигациями? Когда их стоит покупать? До выплаты купонного дохода или после? Ну и ряд других вопросов, которые показывают, что люди вообще не понимают многие вещи про облигации. Поэтому я решил вернуться к этому вопросу сегодня и пояснить, что облигации не важно, когда покупать. До выплаты купонного дохода или после? Потому что облигации – это такой инструмент. Сразу оговорюсь, что речь идет только о обычных облигациях обычного вида, то есть либо корпоративные, либо государственные ОФЗ облигации. И это речь идет об облигациях достаточно высокого качества. Что я имею в виду? Это значит, что речь не идет о биржевых облигациях. Биржевые облигации – это специальная конструкция, это уже ноты, как правило, или структурные инструменты в виде биржевых облигаций. Помните, я обходил эти вещи, когда рассказывал про облигации. Так вот, если речь идет об обыкновенных облигациях, нормальных облигациях, что такое облигация? Облигация – это фактически долг. Долг, который берет либо государство, либо компания у нас с вами. То есть мы выступаем в качестве банка. И когда я говорил, что купон начисляется ежедневно, именно так и есть. Дело в том, что по облигациям у нас известно, на момент покупки, если мы будем держать эту облигацию до конца, до погашения, то у нас известна доходность этой облигации. Когда мы покупаем облигацию, мы видим в стакане цен текущую доходность. И она гарантирована, гарантирована эмитентам. Это надо помнить. Что это значит? Это значит, что надежность облигаций зависит от надежности эмитента. То есть если это ОФЗ, например, или Россия-28, это надежные облигации, сверхнадежные, потому что это государственные облигации. И у государства сейчас нет риска невыплаты по своим обязательствам. Нет такого риска. Если это ВЭП-23, то это уже корпоративная облигация, это облигация банка, но это государственный банк, который тоже, в общем-то, вряд ли есть там риски. А вот если вы покупаете облигацию каких-нибудь домашних денег, то там есть, конечно же, риски. То есть надо смотреть на риски эмитента. Это тоже важно. Но сейчас речь не об этом. Сейчас речь идет о том, что эмитент надежный. И когда мы покупаем облигацию, мы покупаем долг. Ну, давайте посмотрим еще раз. Смотрите, долг, когда вы приходите в банк, берете кредит, например, то банк вам говорит, что вы будете платить по кредиту, значит, там регулярно, каждый месяц, какие-то платежи. Эти платежи заранее известны, потому что заранее известен процент, который вы будете платить по кредиту. Здесь точно так же процент заранее известен. Это купонный доход. И заранее известна сумма кредита, которую вам выдает банк. То есть вам банк говорит, я выдаю вам такую сумму. Значит, соответственно, здесь в облигациях тоже самое. Сумма кредита – это номинал облигации. И купонный доход начисляется именно на номинал облигации. Ну, теперь давайте дальше аналогию между кредитом, который мы берем в банке. Это как бы мы даем банку облигацию и облигацией. Что происходит дальше? А дальше следующее. Банк получит от вас доход. Проценты по кредиту. Когда-нибудь, правильно? Правильно. И для банка ваш кредит – это актив банка. И что происходит дальше? Если у банка есть актив, то банк может этот актив что сделать? Заложить или продать, что регулярно и происходит. То есть, например, есть люди, которые отказываются платить по кредитам. Что делает банк? Банк продает эти кредиты за какую-то уже другую сумму. То есть, кому этим самым коллекторам, которые вышибают эти кредиты уже от своего имени, потому что банк им продал эти кредиты. За сколько он их продал, эти кредиты? За 30% от стоимости, за 20%. Как договорятся? Но это уже кредиты. Уже заемщик должен не банку, а коллекторам. Точно так же с облигациями. Облигации – это кредит, который компания берет у нас. То есть, мы выступаем в качестве банка. И когда мы покупаем облигацию, то мы покупаем кредит. Мы выступаем в качестве, грубо говоря, коллекторов. То есть, мы покупаем отдельно тело кредита, то есть номинал. И отдельно есть стоимость кредита. Она может быть выше, чем номинал, а может быть и ниже значительно. Вот в чем дело. То есть, есть номинал облигации и есть цена облигации. Цена облигации всегда рыночная. А вот купонный доход всегда начисляется на номинал. И он заранее известен, как процент по кредиту, который мы берем у банка. То есть, он заранее известен. Так вот, смотрите, от чего зависит стоимость облигации? Ну, прежде всего, от надежности эмитента. То есть, насколько он надежен. И очень хорошая вещь, на самом деле. Просто, например, раньше облигаций было намного больше, чем сейчас. Можно было купить просто облигацию какого-то банка, в котором у вас есть вклад. И смотреть. Если эта облигация падает в цене, то это значит, что есть вероятность того, что банк обанкротится. То есть, обязательства ненадежных элементов, они падают в цене. То есть, это как один из элементов наблюдения, с одной стороны. С другой стороны. Ну, вот мы договорились, что мы будем рассматривать только надежных эмитентов типа государства. Это уровень надежности или ВЭП-23. То есть, это уровень надежности. Ну, понадежнее, чем Сбербанк будет. Понимаете, да? Вот, и, значит, смотрите, что мы делаем. Мы покупаем, вот сейчас я рисую, мы покупаем облигацию, у облигаций есть номинал. И известно, что при погашении, при погашении облигаций, мы получим номинал и последний купон. Это известно. Вот, теперь дальше. На этот номинал начисляется купонный доход. И почему я говорю, что купонный доход начисляется каждый день? А вот по следующей причине. Дело в том, что, когда мы покупаем, ну, известно же, купонный доход заранее известен. Поэтому берется и есть срок купонного дохода. И вот этот вот купонный доход, он начисляется каждый день. То есть, смотрите, когда мы покупаем, автоматически брокер рассчитывает количество дней, которые остались до момента погашения этой облигации. Количество дней. Их может быть, там, 50, может быть, 100, может быть, 5000 дней. Это не так важно. Вот, и, соответственно, мы получаем купон в год. Ну, то есть, там, два раза в год купон начисляется вроде бы, да, выплачивается два раза в год. Но он начисляется каждый день. И, ну, вот просто суммируется по количеству дней, сколько в день мы должны получать от компании в виде купонного дохода. За каждый день начисляется купонный доход. Куда он начисляется? Мы его не видим, говорят люди мне. На самом деле он начисляется, и он есть, он у нас на нашем счете. Когда мы покупаем облигацию, стоимость облигации складывается, вот то, что мы заплатим за эту облигацию, из двух частей. Это цена облигации, которая считается в процентах к номиналу, и накопленный купонный доход. То есть, смотрите, мы в любой момент покупаем облигацию, там на эту облигацию начислялся купонный доход. Кому он принадлежит, этот купонный доход? Тому, у кого мы покупаем облигацию. А вот после того, как мы купили облигацию, мы ее покупаем как? Мы ее покупаем, саму облигацию, и покупаем накопленный купонный доход, потому что мы же должны заплатить его предыдущему владельцу. Теперь накопленный купонный доход наш, и он начинает каждый день увеличиваться. Купонный доход наш, каждый накопленный купонный доход, каждый день увеличивается. И он увеличивается всегда на одну и ту же сумму. И когда мы покупаем облигацию, то у нас зафиксирована цена этой облигации. И если разделим купонный доход на цену облигации, то получится что? То получится у нас текущая доходность облигации, которую мы знаем на момент покупки. Текущую доходность облигации. А вот текущая доходность, она зависит уже от цены облигации, которая может быть вообще говоря разной. Цена рыночная в облигации, от чего она зависит? Она зависит от рыночных условий, спрос предложения, и она зависит напрямую от ключевой ставки. И если, например, за время владения облигацией, ну скажем, уровень инфляции меняется, снижается, то с какого фига доходность по облигации будет оставаться высокой, понимаете? Она не может оставаться высокой. И доходность по облигации должна, это же надежное вложение, она следует за ключевой ставкой. То есть ставка снижается, доходность снижается. Но как она может снизиться, доходность, если купонный доход не меняется? Купонный доход начисляется на номинал, он оговорен, все. И единственный вариант, как может снизиться доходность по облигации, это повышение стоимости облигации. То есть облигация растет в цене. И наоборот, если, например, инфляция или там есть какие-то проблемы, то, соответственно, цена на облигацию падает, и мы новую цену, купонный доход делим на новую цену, то доходность, текущая доходность на облигацию растет. Вот такая вот интересная история. Ну, давайте вернемся к нашим баранам, конкретно к России-28. Россия-28 – это государственная облигация, евробонд, выпущенный в валюте. И она очень такая вот специфическая, я о ней рассказывал в свое время, что такая облигация, ну, она после того, как Россия объявила дефолт, значит, Россия объявила дефолт по внутренним облигациям, по рублевым, а вот по валютным она не объявила дефолт, просто пересмотрели, так называемая реструктуризация долга, реструктуризация валютных обязательств России произошла. И Россия сказала, мы будем выплачивать по этим облигациям, но мы растянем это во времени, но, естественно, купонный доход будет выше. И купонный доход по России-28 – 12,75% годовых в валюте. Это неслыханная доходность, она не может быть такой, сейчас нет такой доходности в валюте. И Россия абсолютно надежный сейчас эмитент, вот, но есть такие вот уникальные бумаги, которые дают 12,7% купонной доходности. А как снизить купонную доходность? Только повысив цену. И поэтому меня спрашивают, а как же так? Россия-28, ее невыгодно покупать? Она стоит 165 с лишним процента от номинала? Она именно поэтому и стоит. Давайте сейчас я нарисую, и вы все это увидите. Смотрите, вот есть номинал, Россия-28, смотрите. И вот есть текущая купонная доходность, она вот такая. Ну, я, так сказать, гиперболизирую. Вот такая. Здесь 12,75%, а это номинал. Но текущая доходность, нормальная доходность по валюте, но не больше 4%, но может быть с небольшим. Поэтому возьмем вот сейчас и от противного, от конца, это вот 2028 год, отмечаем, линию ведем 4% вниз. Значит, соответственно, это будет примерно вот так вот линия будет идти. Опля, ведем сюда вот эту линию. И когда мы доходим до конца, то вот эта вот линия, вот, смотрите, вот эта вот точка конечная, это та самая точка, сколько мы получим денег, если мы купим, ну, вот, держатель облигаций номинал, и плюс купонный доход за все время владения облигацией. Вот они, эти деньги. Еще 9 лет платить эти купоны. Но, соответственно, купоны-то слишком большие, 12,75% годовых. Поэтому вот такую же доходность люди получили бы, если бы инвестировали в альтернативный актив, который будет давать 4% годовых валюте. Доходность. Это нормальная доходность. Поэтому цена, соответственно, на эту облигацию, вот, рисуем вот здесь, вот, да, вот она точка, вот номинал, вот она цена. Так вот, цена в настоящий момент равно номинал умножить на 1,65, то есть на 65% выше, чем номинал цена. Понимаете? Вот она цена на эту облигацию. И, соответственно, вот так она и будет вести себя. И на момент выплаты купона мы каждый раз, то есть мы, да, переплачиваем, когда покупаем эту облигацию. Мы переплачиваем за нее 65% сверху от номинала. Она будет погашена по номиналу. Но постепенно, когда мы получаем купон, не может быть купона 12,75% годовых на вложенные средства. Он может быть только на номинал. То есть этот купон, купонная выплата, включает в себя то, что мы переплатили. И мы постепенно возвращаем себе свои деньги за купонный доход. Вот в чем дело. И в этом кайф на самом деле. То есть мы, в принципе-то мы вложили как положено, и текущая доходность по ней 4%. Но формально на бумаге ее цена будет снижаться по мере выплаты купона. Да. И что происходит раз в полгода? Раз в полгода вот этот вот накопленный купонный доход, он накапливается, 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 накапливается. Накопился. Что с ним происходит? А его говорят, давайте-ка мы его обнулим и выплатим вам промежуточный купонный доход. То есть каждые полгода выплачивается купонный доход вам на счет. Вы его видите, наконец-то появляется на графике та самая точечка. Написано, что поступление дохода от ценных бумаг. То есть он вот накопился, и ему говорят, вот эту кучу вы получаете денег, накопленный купон обнуляется, и на следующий день он начинает снова увеличиваться. Вот таким образом. И получается, что абсолютно не зависит от того, когда вы купили облигацию и когда вы ее продали. Потому что когда вы покупаете облигацию, вы выплачиваете накопленный купонный доход кому? Предыдущему владельцу. Когда вы продаете, вы получаете уже новый увеличенный накопленный купонный доход от нового, от покупателя. А он растет, он фиксированный. То есть он ни от чего не зависит. И поэтому цена на облигацию не зависит от того, когда выплачен купонный доход. Просто, ну да, если вы покупаете накануне выплаты купонного дохода, то это цена облигации плюс накопленный купонный доход. Да, это дорого. Но через какое-то время вам этот купонный доход падает на счеты, компенсирует все, что вы заплатили предыдущему владельцу, и все продолжается. Не играет роли. То есть вы получаете купонный доход именно за время владения этой ценной бумагой. Этим облигация отличается кардинально от акции. По акции дивиденды получают в полном объеме. Дивиденды выплачиваются кому? Тому, кто держит акцию на момент фиксации реестра акционеров. То есть непосредственно перед общим собранием акционеров, которое происходит раз в год и утверждает размер дивидендов, значит там дата фиксации объявляется. Все, кто владеет акцией на дату фиксации, получают за полгода дивиденды. А вот с облигациями все не так. В облигациях все, сколько владеешь, за столько и получаешь. Нет такого с облигациями. И это надо помнить, и об этом надо знать. И абсолютно неважно, я говорю, насчет доходности, когда вы покупаете облигацию сейчас или сразу после выплаты купонного дохода или перед выплатой. Там нет никакого купонного ралли, ничего такого там нет. Это другая бумага и другая природа. Я очень надеюсь, что я хоть как-то прояснил, а может быть многих и запутал. Напишите, пожалуйста, в вопросах, стало понятней или нет. Ну, традиционно поставьте, пожалуйста, лайк, подписка с вас. И спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.